Эммит 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 Адалия узнала нечто такое, что заставляет её делать плохие поступки и терроризировать своих детей. Что также интересно, кулон, с помощью которого мать общается со своей младшей дочерью, можно также заметить на Эммире, родной сестре Эммити. Вероятно, Адалия обеспокоена только воспитанием своих дочерей, желая, чтобы они выросли по её подобию, тогда как сыну она даёт полную свободу и независимость. Теперь же давайте поговорим об отце Эмити. Точно сказать, что творится в голове этого мужчины сложно, однако давайте смотреть на его поступки, может быть они помогут нам прояснить ситуацию. Исходя из его способностей, Алладр состоял в клане мерзостей, специализирующихся на создании послушных големов. Если вы обратите внимание, то ему глубоко наплевать на славу и деньги, к которым стремится его женушка. Мужчина меняется в лице только в тот момент, когда занят любимым делом, а именно создание мерзостей. Остальные же мелочи жизни, такие как заработок денег и власть, ученого мало интересуют. Также мужчина не обделен чувством видеть прекрасное в обычных вещах, с любопытством наблюдая за пролетающей мимо него демонической бабочке. Как вы можете заметить, Алладр и Адалия являются весьма интересными персонажами, со своими отличительными чертами характера. Однако, это далеко не все, что можно рассказать о них. Когда-то, будучи совсем маленьким ребенком, Эммити была вынуждена прекратить дружбу со своей лучшей подругой только из-за того, что ее родители пригрозили очислить Уиллу из школы магии и волшебства. Тогда девчушка повиновалась своим родителям, несмотря на то, что выбор казался, мягко говоря, странным. Ведь родители не могли постоянно контролировать свою дочь в школе и узнавать, чем она там занимается и с кем общается. Однако, как мы узнаем далее? Адалия и Алладр состоят в родительском комитете и имеют в нем существенные права. Так, они способны отчислить любого ученика из школы, даже не спросив мнения директора учреждения. И, честно говоря, подобный факт наталкивает на некоторые размышления. В первом сезоне упоминалось, что Император Белос имеет свои взгляды на процесс обучения учеников. Злодеи считают, что только лишь тем, кого он отобрал в свой собственный императорский клан, позволено изучать более чем одну магию из основных девяти. Директор Жирогач не имеет строгих взглядов на этот счет. И практически без проблем согласился на то, чтобы Луз и некоторые другие ученики имели возможность практиковаться не только в одних областях магии. Поэтому, следуя логической цепочке, Белос не доверяет директорам школ, так как те не особо рады навязанной им системе преподавания. Из-за чего Император был вынужден пойти на дополнительные меры, приставив к школам своих людей, которые в случае чего могли бы оказывать свое авторитетное влияние на непослушных глав. Интересно, что вы думаете по поводу двух новых персонажей? Считаете ли их подлецами? Свои мысли напишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...